Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чтобы у нас не было потом сливочное масло в магазинах с Волгограда, у нас что, тут в край масла выпустить не могут или реализовать? Все они могут. Площадка для контрактов. Производителям и крупным оптовикам помогут найти друг друга. Какой будет уход, так и будут расти наши деревья. Но мы уверены, что они будут расти вместе с нашими детьми. Практический урок по экологии. В детском саду «Хуторо Простор» недошколята приняли участие в высадке саженцев деревьев. В ритме танца. Анапские спортсменки завоевали три медали на чемпионате и первенстве ЮФО по фитнес-аэробике. Сегодня на общегородском планерном совещании Юрий Поляков поблагодарил все городские службы за организацию процесса голосования на выборах президента Российской Федерации. Отдельно отметил главу сельского округа, где явка превысила 90%. Как рассказали в избирательной комиссии, жалоб было немного. Спорные моменты разрешали в текущем режиме. Николай Николаевич, Адасько, хочу сказать тебе спасибо большое за твою работу, за работу депутатов там твоих. И поздравить тебя с днем рождения, сегодня у тебя день рождения. Особая благодарность главе Первомайского сельского округа Николаю Адасько. Жители этого района показали самую высокую электоральную активность в муниципалитете. Средняя явка по муниципалитету 76,44%, что примерно на 9% больше общероссийской. Несмотря на политическую активность, голосование проходило достаточно спокойно, за что глава курорта отдельно поблагодарил сотрудников полиции. Самый важный этап выбора президента Российской Федерации, которые были 18 марта, состоялись, успешно прошли. Я хочу вас всех поблагодарить за работу, которую вы все сделали. Спасибо вам большое. Были гигиеничные случаи переключения электроэнергии на резервные источники питания, связанные с погодными условиями. Но так избирательная кампания прошла без особых споев. Впервые в стране начала действовать система «Мобильный избиратель», когда можно было написать заявление и проголосовать по месту нахождения в день выборов. Система «Мобильный избиратель» в муниципальном образовании город-курорт Анапа сработала очень хорошо. Этой услугой только в нашем городе воспользовалось более 6 тысяч избирателей, а в муниципальное образование к нашим спискам избирателей прибыло более 6,5 тысяч человек. И практически все эти избиратели, которые не зарегистрированы в основных списках для избирателей, смогли реализовать свое избирательное право на наших участках. Всего в городе-курорте было зарегистрировано более 143 тысяч избирателей. В комиссии поступило 8 жалоб от граждан. Все спорные моменты урегулировали до закрытия участков. На сам процесс это никак не повлияло. А, следовательно, результат волеизъявления анапчан неоспорим. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. На планерном совещании Юрий Поляков поручил максимально эффективно провести инфотур. Традиционное мероприятие, которое в этом году пройдет в городском театре 22 марта. Сельхозтоваропроизводители «Кубани» и представители санаторно-курортного комплекса должны иметь возможность встретиться напрямую без посредников, чтобы заключить соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Задачу – увеличивать объем собственной продукции на курортах, поставил губернатор. Татьяна Городова живет в Цибанабалке уже около четырех лет в числе постоянных клиентов пчеловода Бориса Боброва на ярмарке-привозе. Борис пчелами занимается с самого детства. Помогал отцу, который живет в станице Благовещенская. За лето пасеку с 350 пчелиными семьями перевозят 3-4 раза, в зависимости от места и периода цветения различных растений. В сезон в среднем получается около 10 тонн меда. В этом году его пригласили поучаствовать в «Инфотуре» – своеобразной бирже, где производители смогут договориться о поставках продукции в санатории города-курорта. Как дополнительный рынок сбытов, если еще по санаториям, то будет вообще великолепно. Я сдавал в Геленджик, в Новороссийск, особенно в Геленджике, вот каждый год сдают туда. У них там как идет, им на обед или на завтрак что-то там выдают, вот именно мед постоянно идет. Сегодня на мероприятие записались более 60 предприятий. В списке все начинают производители молочной и мясной продукции, заканчивая минеральной водой и кондитерскими изделиями. В этом году в продовольственной ярмарке два новых анапских предприятия – кондитерская фабрика и производитель полуфабрикатов. Увеличить количество участников, как производителей, так и потенциальных оптовых потребителей, поручил глава города-курорта Юрий Поляков. Возьмите список, сколько у нас здравниц на Пионерском проспекте, за исключением федералы. Тоже федералы, работают по 44-му, да? Да. Тоже опт, торговля, чтобы все там были, чтобы у нас не было потом сливочное масло в магазинах с Волгограда. А у нас что, тут в крае масло выпустить не могут или реализовать? Все они могут. Местный производитель платит налоги в местный же бюджет. Те, кого крупные торговые сети попросту не замечают, из-за небольших объемов производства, заключив контракт с санаторием, получат гарантированный рынок сбыта, а значит, возможность планово наращивать производство. С точки зрения туристического бизнеса, собственная продукция по определению свежая. Прежде всего мы должны брать для отдыхающего и радовать отдыхающего тем, что производится в нашем районе, в нашем регионе. Потому что, во-первых, и люди, которые приезжают сюда, хотят этого. По мнению Александра Дмитрова, инфотур, мероприятие важное и знаковое. Для его развития есть как предпосылки, так и перспективы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Два вертолета, истребитель и танк пополнят парк военной техники в районе Чембурки, который планируется открыть ко дню победы в год 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказал заместитель председателя городского совета Александр Смирнов, по поручению главы города направлены письма по линии военного ведомства. Уже получено несколько положительных ответов. На сегодняшний день у нас есть договоренность с Севастополем. Первый – это по вертолетам Ми-8 и по вертолетам К-24. Потом по танку и самолеты тоже МиГ-21 у нас есть. Юрий Федорович принимает все усилия, чтобы особенно выйти на министра обороны, чтобы к новому курортному сезону действительно это было хорошее место показа и военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. По словам Александра Смирнова, работа будет продолжена. Площадями устроителей не ограничены. Юрий Поляков предложил подключиться к поиску подходящих для установки образцов председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова. На верхней дороге, ведущей к селу Витязево, дорожники приступили к укладке асфальта. Ремонтные работы идут на маршрутах, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. Толщина чистового асфальта составит не менее 4 сантиметров. Накануне здесь подготовили поверхность, сняли старое покрытие и уложили черновой слой. Дорогу ремонтируют капитально. Старое полотно снимают до основания. Заново отсыпают песчаную подушку толщиной 20 сантиметров. Далее идет утрамбовка. Затем будет уложен щебеночный слой. И только после этого приступят к асфальтированию. На данном участке очень плохое основание. То есть, можно сказать, его здесь вообще нет. Асфальт плывет. То есть, приходится очень много времени уделять непосредственно подготовке основания, чтобы данная дорога прослужила не один год, и не два, и не три, а как положено. Поэтому, единственная самая трудность – это с основанием. То есть, почва очень плохая. Всего дорожникам предстоит восстановить почти 5 километров дороги. Ширина составит 7,5 метров. Участок от федеральной трассы до въезда в село Витязева планируют сдать до конца апреля. А уже после этого бригады перейдут в само село. Там основные работы развернутся на Черноморской и других улицах, прилегающих к тренировочной базе. На дорожный ремонт выделено около 140 миллионов из краевого и муниципального бюджетов. Мы как раз включили те улицы, которые еще необходимы, это артерия нашего города, под эти бюджетные деньги, краевого бюджета. Также вот эти дороги выбраны с учетом того, что они ведут именно к тренировочным базам команд, которые будут участвовать в FIFA, который у нас будет происходить, чемпионат мира в 2018 году. В детском саду номер 34 хутора Просторной посадили 9 саженцев. Молодые березы, пушистая голубая ель, туи и рябину в рамках акции «Мы за зеленую планету» подарил заповедник Утриш. Экологическая акция, приуроченная ко дню весеннего равноденствия, а также дню земли, существует уже 6 лет. За это время сотрудники Утриша побывали в семи детских садах. Как гласит китайская пословица, лучшее время для посадки деревьев 20 лет назад. А если не тогда, то прямо сейчас. Заповеднику Утриш совместно с предприятием «Зеленстрой» для очередного садика выбрали одни из самых лучших саженцев. Молодая голубая ель уже достигает 2 метров в высоту. А это саженец березы. Но пока в нем сложно распознать самое популярное в России дерево. Привычный черно-белый окрас стройная красавица приобретет лишь через 7 лет. Здесь замечательная почва, разнообразная, как раз для разнообразных деревьев, которые мы сегодня и сажали. И для хвойников, и для березы, и рябины, для ивушки. Достаточно влажная здесь должна быть земля. И в принципе, какой будет уход, так и будут расти наши деревья. Но мы уверены, что они будут расти вместе с нашими детьми. В озеленении территории садика приняли участие и сами малыши. Воспитанники старших групп с большим удовольствием помогали взрослым высаживать деревья. Я держал деревья. Если не будет деревья, мы просто задохнемся. В детском саду «Белочка» 80 воспитанников. Вместе с ребятами старших групп воспитатели организовали праздник, посвященный Дню Земли. Детям рассказали, как ухаживать за саженцами деревьев и как правильно вести себя в лесу. Сегодня каждый ребенок смог оставить свой след в сохранении природы. Мы очень благодарны утрешу за такой подарок. В этом году у нас главной задачей является экологическое воспитание. Теперь у нас главная задача – оберегать, сохранять тот подарок, который мы сегодня получили. За шесть лет заповедник «Утриш» подарил анапским детским садам более 70 саженцев деревьев. Но на этом экологическая работа не заканчивается. Следующая зеленая партия уже завтра отправится в садик «Казачок» села Суко. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Попов. Анапа-регион. Анапа в списке лучших городов для семейного отдыха. Рейтинг самых популярных направлений на весенние и школьные каникулы составил сервис бронирования «Твилру». По результатам исследований, Анапа не только один из самых популярных городов, но и самый бюджетный. Сутки проживания в отеле здесь обойдутся в 2200 рублей. В то время как в Санкт-Петербурге, который возглавил рейтинг, минимальная сумма составляет 2500 рублей. Также в топ-10 вошли Москва, Ялта, Сочи, Казань, Нижний Новгород и другие. Примечательно, что отдых в Анапе большинство туристов планируют провести в течение всех весенних каникул. Другие же города чаще выбирают на уикенд или несколько дней. Анапские спортсменки взяли два первых места на чемпионате и первенстве Южного и Северокавказского федеральных округов по фитнес-аэробике. Порядка 40 команд из Краснодара, Новороссийска, Туапсе, Геленджика, Волгограда и других городов состязались в трех направлениях – фитнес-аэробика, степ и хип-хоп. Это контрольный старт перед национальным чемпионатом и первенством, которые пройдут в Москве этой осенью. Фитнес-аэробика – молодой вид спорта. Он появился в России в конце 80-х годов и очень полюбился как взрослым, так и детям. Все номера этого жанра зрелищные и динамичные. Участников оценивают по бальной системе. Очки дают за оригинальность номера, качество выполнения элементов, артистизм и даже подбор музыки. Это всегда очень почетно – организовывать подобного рода соревнования и проводить, потому что приезжают участники много из каких-то географических точек. У них есть возможность не только выступать, скажем так, обмениваться спортивным мастерством, но и каким-то опытом, жизненным опытом дружиться, развиваться. Многие, кто приезжают на подобные соревнования, сначала просто посмотреть в качестве зрителей, потом приезжают, организовывают у себя секции, отделения и занимаются дальше. Уже по прошествии нескольких лет приезжают выступать как участники. Несмотря на то, что эти соревнования незачетные, спортсменки выложились на полную. Для многих это уже не просто хобби, а образ жизни. Там вот танцуешь, по городам разными ездишь. Получать места разные и соревноваться с разными командами. В Анапу съехались участники почти с десятка городов. По их словам, город-курорт – идеальное место для тренировок и отдыха. У нас там снег, гололед, а здесь хорошо. Команда из Волгограда выступает в Анапе уже третий раз. В их копилке множество наград за первые и вторые места на различных соревнованиях. На этих спортсменки тоже старались отличиться, работали в полную силу. Зависит от самого человека, как тяжело ему или нет. Но для меня это было не очень тяжело. Когда будем в возрасте больше, когда категория будет, наверняка будет чуть тяжелее. По итогам турнира Анапчанки заняли два первых и одно второе места. Этой осенью они примут участие в национальных соревнованиях, которые пройдут в Москве. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова